На сход граждан в школу номер 89 пришло более сотни человек. От теплых слов приветствия и благодарности перешли к рабочим моментам. Жители один за другим озвучивали те темы, которые их волновали. Вопросы приватизации земельных участков, газификации, ремонт фасадов домов, канализации. Обсудили и вопросы обеспечения электроснабжением Лазаевского района. Мэр рассказал о существующих программах, опираясь на успешный опыт благоустройства других населенных пунктов Сочи. Программа на 7 миллиардов – это точно столько, сколько нам осталось резать, чтобы все населенные пункты были с электроэнергией. Поэтому это еще вам предстоит. Но, слава богу, здесь не подземные капели, а на воздушке. Воздушки немножко легче идут, не надо раскопки делать. Поэтому все, что построено в энергетике – это полезная мема. 76-летний Карен Нагабидян – коренной житель Варданы. Душой и сердцем болеет за свой поселок. Пришел на сход, чтобы задать вопрос о благоустройстве дорог. Меня волнует в первую очередь дорога к школе, поликлинике. Конечно, понятно, что не успеют все летние периоды. Хотя ямошный бы этот, ремонт по ямошным сделали бы. Огромное будет достижение. Невозможно проехать, не пройти. Глава Лазаревского района Сергей Полянский заверил – дорога будет сделана уже в этом году. Только необходимо участие самих жителей. Такая практика не нова. Подобные работы уже велись в Вардане. Всего на дорожное покрытие в Лазаревском районе 20 миллионов. Можно себе представить, что такое 20 миллионов на 60 населенных пунктов, плюс городская черта. Это маловато. Но я вам обещаю, я вам это сказал. Я выбрал два таких точечных населенных пункта, где, скажем так, нетерпимая ситуация, где нужно помочь. Это Головинка и это Варданей. На встрече с главой Сучья обсуждали...